Мария Захарова Пока к нам присоединится Мария Владимировна Ну а пока включались в эфир с Марией Владимировной Которая в этот момент находилась в разных странах мира И вот уже неоднократно включались Когда Мария Захарова была в Африке Я кстати отмечу, что следите Это очень полезно и познавательно За телеграм-каналом Марии Владимировны Он так и называется Мария Захарова Там и официальные заявления МИДа можно почитать И размышления на тему международной политики и дипломатии А сейчас Мария Владимировна, насколько я знаю, находится в Джакарте Но стоит отметить, что сейчас начинается Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии Где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии И поэтому, конечно, мы с Марией Владимировной общаемся из Индонезии Я все правильно сказал, Мария Владимировна? Здравствуйте Да, здравствуйте Слышите ли вы меня? Да, и слышим и видим Для тех, кто нас смотрит, присоединяйтесь к нашей видеотрансляции Я заранее прошу прощения, если мы будем прерываться Потому что мы находимся как раз в пути из аэропорта в отель Действительно, речь идет о Джакарте Буквально полчаса назад борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова Приземлился в столице Индонезии Где пройдет... Вот я не боюсь этого слова Сразу после саммита НАТО Министерская встреча в различных форматах ОСЕАН, саммиты ВАЗ, АРФ Это различные форумы сателлиты ОСЕАН С участием России И почему я говорю про саммит НАТО? Потому что можно будет посмотреть на то, как международные мероприятия Которые действительно организованы и существуют На принципах равноправия, уважения, взаимоуважения Уважения к международному праву и двусторонным договоренностям Должны проходить Причем я не боюсь говорить это еще до начала цепочки мероприятий В столице Джакарты Не боюсь Ровно так же, как я не побоялась дать прогноз Накануне саммита НАТО Потому что вопрос не в том Какие могут быть шероховатости Какие могут быть накладки Какие могут быть проблемные вопросы Которые стоят на повестке двусторонних контактов Или международных, таких многосторонних форматов Не в этом дело А дело в принципе Который заложен в организацию того или иного интеграционного объединения То, что мы сейчас видели Я думаю, что мы с вами подробно на этом остановимся В Вильнюсе Это просто антисаммит Это антиинтеграционное объединение По одной простой причине Потому что объединяться по принципу Против кого дружим девочки нельзя Это, конечно, можно Но тогда и результат будет соответствующий И нет никаких сомнений Что те, кто будут внимательно следить А я думаю, что это стоит сделать За мероприятиями в Джакарте Просто увидят все это воочию Сегодня день будет посвящен В основном двусторонним встречам И встречам в многостороннем формате Но еще вне мероприятий АСИАН Начнется все через пару часов Со встречи Россия-Индонезия-Китай Не путать с РИКом Россия-Индия-Китай Это формат Ну, если можно так сказать Аналогичный, но с участием Индонезии А затем будут двусторонние встречи У Сергеевича Лаврова С министром иностранных дел Этой же страны Индонезии Как принимающие мероприятия С министром иностранных дел Лаоса Ну и с генсекретарем АСИАН А уже завтра начинается совещание Россия-АСИАН И также просто целая череда Двусторонних встреч Будет встреча и с китайскими коллегами Ожидается прибытие в Джакарту Ван И Не удивляйтесь Хотя Ван И покинул пост Министра иностранных дел Китая Но в связи с логистикой Китайская сторона приняла решение Именно его теперь уже в нынешнем качестве Руководителя канцелярии комиссии ЦК Центрального комитета Коммунистической партии Китая По иностранным делам Направить в Джакарту Также будут встречи И с министрами иностранных дел Шри-Ланки С Брунея И, конечно, завтра все Завтрашний день должен завершиться Традиционным для Ассиан Гало-ужином Посмотрим, как он будет организован На Танезийской стороне в этот раз Каждая сторона, как вы знаете Готовит что-то свое Традиционное Интересное Посмотрим, обязательно будем рассказывать Ну и третий день Это те самые саммиты ВАЗ И АРФ Которые также всегда проводятся В рамках ассиановских мероприятий Но и также двусторонние контакты Вот кратко, как это будет Нет сомнений, что это пройдет Совершенно в другой атмосфере Совершенно в других С другим результатом Нежели то чудовищное Чудовищное Провальное мракобесие Которое весь мир наблюдал В Вильямсе Я не знаю, Андрей Может быть у вас будут другие оценки НАТОвского саммита Я не претендую на истину В последний институт Периодически прерывается связь Ну а это и понятно Потому что в начале Нашей программы Мария Владимировна сказала Что мы в таком живом формате Общаемся По дороге из аэропорта В Джакарте Как раз В автомобиле Для тех, кто нас не только слушает Но и смотрит Вот это важно отметить Потому что Видеотрансляция Также есть Можно наблюдать за нами Вконтакте и в Рутубе Но вы абсолютно верно Отметили по поводу Мракобесия Мария Владимировна Здесь знаете Уже на самом деле Раздражение Тот же Зеленский Например вызывает И уже у членов делегации США На саммите НАТО Потому что Своим постом в Твиттере Уже Зеленский Рассердил там Некоторых Участников Этого саммита Но вы знаете Много же Информационного шума Вот как оценивать Этот информационный шум И какие на самом деле Задачи были саммиты Прошу прощения Это очень важный момент То о чем вы говорите Вы говорите о том Что Зеленский Уже Начинает вызывать Раздражение У Запада Давайте Разберем Вот этот тезис Который сейчас Кстати говоря Очень активно Разгоняется По средствам Массовой информации При всей моей Сейчас пропустим Слово Которое я хотела бы сказать И я использую Слово Антипатии К Зеленскому Естественной И логичной Антипатии К Зеленскому Я хочу отметить Что ведь это делается Намеренно Западниками Провал Саммита Сейчас Списывают На него А при чем Здесь он При чем здесь Зеленский И провальный Саммит Простите Пожалуйста Киевский режим Это плоти от плоти Это продукт Который был создан Как раз Натоцентричными Натовской осью Киевский режим Был приведен Политически А затем Так сказать Создан Военными Ресурсами Именно НАТО Именно НАТО Является его Спонсорами Не только Материально Технической Базе Но в том числе Идеологической То есть все задачи Которые стоят Перед Зеленским Они ставятся НАТОвцами Почему Провальный Саммит НАТО Сейчас Списывают На Зеленского Западники А они же Это делают Намеренно Они Его Сейчас Вновь Используют Вот до этого Они его использовали Против России Потом Они его Начали использовать Уже против Украинского Народа Потому что Эта война Как вы Прекрасно Понимаете До последнего Украинца А теперь Они его Используют Еще вот таким Новаторским Способом Для того Чтобы списать На эту Жалкую Фигуру Абсолютно Жалкую Во всех смыслах Слова Свои Собственные Провалы В чем Провал Саммита НАТО Я думаю Что в первую Очередь Они стали Заложниками Своей Собственной Игры В пиар И вот эту Информационно Политическую Шелуху Мусор Они полтора Года Играли В игру По Демонстрации Миру Борца За свободу И независимость Без На то Какого-либо Основания А теперь Они пришли К логическому Завершению Они Им нечего Просто Предъявить И от никакой Борьбы За демократию Свободу Есть Нацистское Даже не государство А нацистский режим Который Уничтожил Все Он уничтожил Альтернативные Политические Движения Я уж не говорю о партиях Просто движения Он уничтожил Тотально Свободу Слова Он уничтожил Свободу Вероисповедания То есть он ее Уничтожает Публично Он уничтожил Правовые Основы Существования Государства Он уничтожил Колоссальное количество Украинских граждан И все это он делает Ровно По тем инструкциям Которые ему дают НАТОвцы Ни по каким другим Своих инструкций У него нет У него нет Он Абсолютный Заложник Той внутренней ситуации Которая сложилась На территории Украины Под Порошенко Опять же При кураторстве Запада То есть это вся Идеологема Запада Которая Понедрялась Постепенно Но глобально Пришла Как бы Вот Рабочие кабинеты Напанковой Именно при Порошенко И он заложник Вот этого НАТОвского Пресса Который не оставляет Никаких Возможностей Для какого-то Альтернативного Поведения Или вообще Собственного Какого-то Поведения И он находится Между этими Самыми Двумя Как сказать Я не знаю Между этими Двумя Частями Одного Станка И Почему Они сейчас Его выбрали В качестве Просто Такого Ну В прямом смысле Козла Отпущения Я считаю Что это еще Один показатель Их абсолютно Гнивой сути Их абсолютной Предательской Натуры Потому что Они предают Всех тех Кого создают То есть Он сейчас И ведь Вы посмотрите Этот образ Который Они ему Прописали Который Они ему Нарисовали А вы помните Как год назад С ним работали Пиарщики На фоне Хромаке Записывали Его Вы помните Да Разрабатывали Имидж Вот эти Хаки Костюмщики Милитари Образ Так сказать Такой Воин Так этот Этот же Образ С ним сыграл Злую шутку Он стал Реально Диктатором Он стал Диктатором Я не знаю Какая у него Внутренняя Суть И сущность Но в глазах Всего мира И на фоне Вчерашних Выхолощенных Одетых В дорогущие Костюмы Напомаженных Натовцам Он выглядел Диктатором Никакого Другого образа Нет Ни воином Ни Человеком Сражающимся За какое-то Правое дело А вот Таким Диктатором Доведенным До отчаяния Никакие Войны Так себя Не ведут Никакие Миссионеры Так себя Не ведут Так себя ведут Диктаторы Загнанные В угол Причем Еще Нехаризматичные Абсолютно Униженные И приглашенные Просто на Окончательную Константацию Агонии Вот что Они с ним Сделали Поэтому Это не про Зеленского История Это не про Зеленского Они очень Хотят Чтобы эта История Стала Историей Зеленского Но это История Не Зеленского Это история НАТО И Того Идеологического Поражения Которое Они вчера Сами Себе Нанесли Помаженных Товарищей Слушайте Давайте Можно позволить Себе Женский Образ Можно Вот Тот Образ Который Наверное Нам хорошо Известен Из классической Литературы 19-го 18-го Кстати говоря Века Понимаете Это как Такая Содержанка Которая Считала Что сейчас На ней Обязательно Должны Жениться И приехала Так сказать В подвенешенном Платье Думая Что Вот-вот Произойдет Это самое Святое Таинство А ей Указали На ее место И сказали Что Теперь Жениться Не обязательно Все лучшее Уже было Вот собственно Говорят Что и произошло Я Вот Кроме нашей Русской Классики У меня Честно говоря Никаких других Образов Нет Этот образ Прописан И описан В нашей Литературе Очень рельефно Поэтому Это Ужасное Жуткое Щемящее Ощущение Не от Жалости К Зеленскому Когда Знаете Вот Жалеешь Значит Любишь И Жалеешь Значит Зачувствуешь А потому Что Это Ощущение На уровне Брезгливости Брезгливости Того Что Эти люди Сделали И с народом Украины И с Украиной Не к Зеленскому Вот это Ощущение Жалости А к государству Украины Которые просто Изничтожили Вчера И растоптали Поэтому Вот этот Момент Он конечно Вами Отфиксирован Совершенно Четко Но Наверное Наука Я не знаю Сколько Продержится Память Историческая Об этом Событии И вообще О том Что случилось Но Наука Всем остальным Кого будет Запад Коллективный Запад Надо Приглашать Отношения Просто Запомните Жениться Они потом Не будут Это Урок Всем На всю Оставшуюся Жизнь Еще раз говорю Настолько Насколько Хватит Исторической Памяти Вот и все То есть Устроить Такое Унижение Украинскому Народу Это После того Как они Изничтожили Все На территории Украины Нет промышленности Нет науки Нет образования Нет ничего Выжженное поле Просто Выжженное поле Нет Никакой Самостоятельности В экономической Деятельности Нет специалистов Нет Да нет Ничего Есть только Дикие Кредитные Обязательства Дичайшие Кабала Есть Радиоактивные Снаряды С обедненным Ураном Которые Поставляются Англосаксами Есть Теперь уже Кассетные Боеприпасы А все понимают Что это такое Это навсегда На территории Украины И есть Полная Полная Зависимость Да И конечно Есть Обворованная Страна Обворованная Ресурсами Обворованная Уже даже Землей Уже даже Почвой Которую вывозили Вот что Есть И для Фиксации Вот этого Чудовищного Унижения Нужно было Еще Притащить Туда Зеленского В этом Помятом Зеленом Карнавальном Костюме Костюме Для Хэллоуина Ведь это же В принципе Образ Который Будут Потом Использовать На парадах В Хэллоуине А может быть И на других Парадах Тоже Только не победы А так сказать Демонстрации Прайдов Притащить Нужно было Его туда И еще раз Публично Унизить Я Честно говоря Я Я думала Что у них Какого-то хватит Не знаю Может быть Морального Или Про моральное Тут уже Никто и не говорит Но хотя бы Какого-то Конъюнктурного Чувства Самосохранения Чтобы это не делать Но это было Действительно Чудовищно Да И еще Помимо того О чем вы сказали Есть еще И Ракеты Которые Франция Теперь поставляет Ракеты дальнего действия Под названием Говорящим названием Скальп Этим можно сказать Даже похвастался Макрон Что теперь Вот они и поставляют Ну вот Да Еще и Что называется В копилку В копилку Еще и это У нас Совсем Мне кажется Главный это вопрос Главный вопрос Который никто Не задает Все же Стесняются Его задать Но давайте Зададим Этот вопрос А почему Украину Не пригласили Я уже не говорю А честно Почему не пригласили Это что надо понять Это что надо С этим надо разобраться Почему Ну вы прекрасно Понимаете Да Вот эти разговоры О готовности Они взяли Какой-то Поступательный план У них был План поступления Который должен Быть предоставлен Стране И страна должна Пройти все его этапы Прежде чем Претендовать на членство Они его взяли Отменили Соответственно Не в планах дела То есть они же И это продемонстрировали Как абсолютную Чушь и чепуху План был Плана нет Значит Никакой планы Программы Украина не должна Проходить Но при этом Ни приглашения Ни членства Нет Ну я думаю Что вряд ли Они исходят Из своих каких-то Опять же Моральных обязательств Мировым сообществом Конечно нет Как вы правильно Сказали Поставки вооружений Смертоносных На будущее Даже поколения Влияющих Идут полным ходом Значит Это не моральная Ответственность Перед кем-то Так что же вопрос Я думаю Наверняка Будут разные Попытки Это объяснить И наверное Будут те Которые Будут попадать Сто процентно В цель Но я предоставлю Свою версию Речь идет О границах Украины Вот еще вопрос И отнюдь Не о восточных И южных Ее рубежах Абсолютно нет Абсолютно нет Речь идет О западных Границах Украины Вот Что является Предметом Дум и мечтаний И предметом Наверное Внутренних дебатов Там в НАТО Потому что Если Речь идет О Включении Украины В том или ином Статусе Состав НАТО Сейчас И я думаю Ровно об этом Думал Зеленский Тогда речь идет О том Что именно Украина Именно Киевский Режим Обозначают Эти границы То есть Те границы В которых Украина С точки зрения Киевского Режима Вышла Из состава Советского Союза Ну Те границы Которые Были признаны Были признаны Нами До 2014 Года И так далее А У Запада Совершенно Другое Видение Будущего Украины Им Украина В этих Границах Не нужна Она Не нужна Прежде всего В этих Границах Польши Потому что Польше Очень нужна Западная Украина В прямом Смысле Этого Слова Она Нужна Не как Часть Украины Оккупированная НАТО И так далее Потому что Украина Давно Уже Находится Под Протекторатом Запада А западные Части Давно Находятся Уже Под Ползучим Таким Протекторатом Польши Польше Нужна Фактическая Часть Этой Земли Как Своя Собственная Напомню Что Мария Захарова Сейчас В Индонезии Здравствуйте Да Здравствуйте Вот Добрались Уже Непосредственно До Отеля Пока Был перерыв Переустановились Потому что Сейчас будет Связь лучше Очень оперативно Прекрасно Да Вы знаете Вы меня Дисциплинируете Наверное Жизнь Текла бы По-другому Но Эфиры На радио Спутник Они Знаете Добавляют Самоорганизации Во всем И Мы с вами Остановились На том Почему Собственно Говоря Украину Не включают В НАТО И почему Нет Того Самого Желанного Для Я уверена Что это Часть Игры Для Англосаксов Момент Вот этого Как сказать Публичного Нанесения Публичного Оскорбления Да И унижения И постановки В Такую Знаете Позу Зависимости Является Частью Их Очень важного Плана Это Так было Со всеми Так было С их Ближайшими Союзниками Я напомню Как это было Например с Египтом И с президентом Мубараком Который Был Яркой Личностью Политической Который Был В общем Союзником Они уже Сами Подбирали Друг для друга Так сказать Оценки Союзником Партнером Но Надежным Надежным Контрпартнером Западников В регионе Вы помните Что они Сделали С ним Они Не просто Придумали Арабскую Весну И все Началось С Египта Вот в таких Огромных Масштабах Но ведь Они же Его посадили В клетку Я сейчас Не шучу Я сейчас Ни в коем Случай Не употребляю Это в качестве Метафора Они посадили Его реально В клетку А для Представляете Людей Мира Арабского Для людей С Традициями Это Унижение Дальше Некуда Это просто Изничтожение Моральная Человека То есть Это Особый Вид Такой Знаете Как бы Публичной Казни И вы помните Сколько в клетке Он реально В клетке Был И как кадры Облетели Весь мир И это было Долго Это было Мучительно И так далее Потом выпустили Но они Это сделали Они это сделали Поэтому то Что через Что сейчас Прошла Украина И украинский Народ Это не Случайность Это не потому Что так случилось И так совпало Это часть Большого Плана Показать Им Их Место Это Мы Принимаем Всех С распростертыми Объятиями И друзей И вы прекрасно Знаете Тех Кто еще вчера Были врагами То есть Для нас важен Момент Вот этого Раскаяния Покаяния Искренного Признания Что был неправ Что Будет иначе Все И все И мы переходим На другую стадию Развития Отношений А что так С Германией Что ли не было Извините меня Страна Которая Нас Изничтожала Извините 27 миллионов Погибших Не просто так А уничтожено В зверстве Сожженные города Деревни Угнанные люди В рабство В 20 веке Опыты Медицинские Над людьми Над детьми Проводили Нацисты Ну вот Прошли Пару Десятилетий Вот Да На руках Заключения Норнбергского Трибунала Вот Да Действительно Состоялись В том числе И Так сказать Законные Законное Поражение Противников Которых Трибуналом Которых Трибунал признал Так сказать Виновными И через пару Десятилетий Ну не пару Через несколько Десятилетий Причем эти десятилетия Были наполнены Восстановлением Кстати говоря Той же самой Восточной Германии И через несколько Десятилетий Мы начали Выстраиваться Абсолютно Новые Дружественные Отношения С Германией Без какой-то Идеологической Прокладки Или подоплеки Или Так сказать Двойного дна А западники В объятиях Даже Находящихся Союзников И друзей Их удушают Вот разница Менталитете В чем Вот посмотрите Давайте сейчас Вернемся К тому Почему Все-таки Не включили Потому что Я абсолютно В этом уверена Один из компонентов Это вопрос Будущего Территориального Будущего Украины Ее границ Западной границ Потому что На них претендует Польша Претендует Активно Она делает Все для того Чтобы это Случилось Это исторический Реванш Это Своя геополитическая Нынешняя Реальность И игра Но Включение Украины В состав НАТО С существующими И признаваемые До сих пор Западом Границах Означает Их фиксация Внутри Альянса И означает Признание Этих границ Всеми членами Альянса Безусловно Это не устраивает Большое количество Игроков Это не устраивает Это не устраивает Потому что Есть польские аппетиты И не только польские И не только польские Но Польша Прекрасно понимают Прекрасно понимают О чем идет Речь Речь идет о том Что уже Вот эти Приграничные Образования Муниципалитеты Опорные пункты Власти Какие-то силовые Ячейки Они уже Находились Под присмотром Прекураторстве С польской стороны И конечно Для них Это Принципиальный вопрос И никаких границ Украины На западном Направлении Они признавать И фиксировать В том состоянии В котором они Были После распада Союза Не собираются Они дождались Своего Часа И Я думаю Что Вопрос В чем Суть-то игры Есть Колоссальные Материальные Подставки То есть обычно Все рассматривают Членство В НАТО Через призму Материальной Технической базы То есть Члену НАТО Положено Больше Чем не члену НАТО С точки зрения Помощи Поставок Вооружений Ну столько Сколько получила Украина За последние Несколько лет Не получил Ни один член НАТО Никогда То есть это Просто знаете Такой Рог НАТОвского Изобилия То есть Золотой дождь Который проливается На Украину Превращается Потом в кровавый Но это факт То есть не в этом Суть И о помощи Объявлено И о стратегии Что-то там Говорилось То есть не в этом Суть Так в чем А в том Что я думаю Вот это Зеленский Понимает Фиксация Границ И отсюда Ярость Отсюда Они же могли Сыграть Абсолютно В игру Зачем нужно было Накачивать Зеленскому Эту историю Зачем нужно было Требовать До саммита НАТО То что Явно было Под вопросом Зачем Он же понимал Что он идет В Абан Для чего Он это делал Зачем он поднимал Ставки Почему в информационном Поле Постоянно Звучали Не просто призывы А требования Просто на уровне Шантажа Включить Зачем Деньги есть Оружие есть Обязательства есть Так сказать Ненависть к России Есть Все это вместе Дает Как бы вроде Искомый результат До границы Нужно зафиксироваться Он же это тоже Несмотря на всю его Так сказать Болезность Он это понимает Что в историю Он входит Как человек Уничтоживший Украину И изнутри И по периметру И не сохранивший Государство Украины В его границах Вот Вот Понимаете И Вот вы скажете Или кто-то может сказать Ну как Он не первый Так сказать Крым ушел Нет Минуточку Крым Ушел Тогда Когда Был свергнут Законный президент Украины Крым ушел Когда На Украине Из-за действий США Британии Германии Франции Польши Прибалтике Воцарился Хаос Бесправие Отсутствие Государственной Власти И Крым Ушел Именно В этот Момент Понимая Что будущего Нет Понимая Что Цепочка Так сказать Всего Государственного Управления Полностью Погребена Под Обломками Государственности А Зеленский Он Он Утратил Значительную Часть Украины Уже При своем Непосредственном Пребывании В должности Президента Это 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 Важно Понять И Он Входит В историю Как Человек Который Не Зафиксировал Даже Западные Рубежи Украины И Этот Вопрос С точки Зрения Позиции НАТО Публично Вчера Видимо Был Решен Вот Так Вот Таким Образом И Отсюда Такая Ненависть Бешенство И злоба Только От этого Только От этого Ведь его же Смотрите Это же не вопрос Сидит он В рядах Этих Людей Или не Сидит Находится Он На стульчике Рядом Со Столтенбергом Или не Находится Ему Этот стульчик Всегда Где нибудь Да поставят Табуреточку Ему Всегда Где нибудь Коврик Постелят Вопрос Не в этом Вопрос В том Что это был Единственный Шанс Зафиксировать Границы Западной Границы Украины И заставить Или не заставить Но попросить Или добиться Того Чтобы это Признали Члены НАТО В том числе Польша И это не случилось Все Все Так сказать Контрнаступление Закончилось Вы видите Как закончилось Я имею ввиду Идеология Контрнаступления Она Эта идеология Действительно Закончилась Ситуация В Украине Вы видите Какая Это уже Констатация Очевидная И плюс Еще Вот этот Последний Последний Какой-то Спасательный Круг Что деньги Что материальная Техническая база Да Это важно Безусловно Важно Но тенденция Это очевидно Сколько бы они Они не поставили И чего бы они Не поставили Все будет Перемолото Потому что Этот блиц Крик у них Не удался И потому что Ставка На разлом России Изнутри Не сыграла Сыграла Наоборот Она сыграла На консолидацию Нашей страны Они все это Прекрасно понимают Поэтому Вот это был Последний Последний Крючочек За который Можно было Зацепиться Хотя бы зафиксировать Украинские границы Внутри НАТО И это не случилось А оно не случилось Потому что И не должно было Случиться Поэтому Вот Возвращаемся К началу Еще раз При всей моей Я еще раз Подчеркиваю Не я Подбираю Это слово Это слово Ну такое Знаете Заменитель Всех моих эмоций При всей моей Антипатии Хотя Эмоции Намного У меня Сильнее Как вы понимаете К Зеленскому Я прекрасно Понимаю Что Так сказать Не в нем Суть Этого Сатанизма Который Вчера Разворачивался А они Хотят На него Повесить В том числе И вот эту Свою Гнилую Суть Нет Нет Зеленский Инструмент Он был им Раньше Он остается Сейчас Он Абсолютный Мальчик Для битья Он козел Отпущения Но гнилая Суть Гниль Вот самая Гниль Это конечно Внутри Идеологии НАТО И англосаксов Это предательство Своих Возведенное В политику Это культ Это смысл Что на алтарь Их Тщеславие Их Болезненных Амбиций Их Непомерной Жадности Во всем Должно Ити Все И чем Ценнее Тем Лучше Что оно пойдет На этот Сатанинский Алтарь Я в этом Абсолютно Убеждаю И конечно Я считаю Просто Это Фраза Ну знаете Исторические фразы Доходят От каких-то там Древнеримских Императоров Или правителей Каких-то Прежних цивилизаций Да Помните Да Какие-то такие Вот мне кажется Одна из таких Жутких фраз Которая должна войти В историю Это фраза Столтенберга О том Что если Украина не победит Тогда ни о какой Украине Вообще В принципе И членстве НАТО Вообще Речи не может идти Вы представляете Что это такое Заставить Государство Поверить Вот в эту Западную Химеру Разрушить Его изнутри Заполнить Оружием Стравить Ввести В вооруженный Конфликт А потом Сказать Слушайте Если вы Там не победите Вы вообще Нам не нужны Говорит НАТО Украине Вы вообще Забудьте Забудьте Об этом Вы же Лузеры А мы Как считают Это же на Западе Тоже целый пульт Лузерам В успешном Обществе Не место Лузеры Не должны Мешать Процветанию Благополучию Успешных Знаменитых И богат Отойдите Отсюда Говорит Столтин Не мешайте Это Мы вас Сейчас Позвали Потому что Вы нам Нужны Для Объяснения Внутренней НАТО Аудитории Для чего Нужны Эти поставки Ну как Живой Пример Ходячий А Если вы Не сделаете То что Мы Сказали Вам сделать Вы Вас вообще Никуда Не позовем Ни на что И не рассчитывайте Вы вообще Никому Не нужны Вот Представляете Что это За логика Это Фраза Я не верила Я опять думала Что возможно Это фейк Что это возможно Какой-то Вброс Но оказалось Что это не фейк И не вброс Что Столтин Действительно Так сказал Живой эфир У нас Да И напоминаю Мария Владимировна В Джакарте Сейчас находится В Индонезии Если позволите Я буквально Коротко Такую зарисовку Сделаю В подтверждении Ваших слов Довольно много Лет назад Мне довелось Побывать Во Львовской области Как раз В приграничном Населенном пункте Обратил внимание На то У местных жителей Говорю Слушайте А где мужчины Вообще Где Ну что-то Одни женщины Причем женщины Довольно взрослые Уже Мне говорят Так а все мужчины В Польше Все туда уехали Все на заработках Там в Польше Это вот Ровно в подтверждении Того о чем вы говорили Вы поймите Вы поймите Что Кем они В Польше Являются И как К ним В Польше Относятся Это же у нас Это на территории Нашей страны Это братья Были всегда Это люди Ну для нас Не вызывающие Даже никаких вопросов Ни по национальному Признаку Ни по статусу Ни по происхождению Это наши Это свои Это же ребята Которые Вот они сезонные Приезжают Кто по строительству Кто там По логистике И так далее Это же вот Свои Всегда же Сядут Поговорят Ребята Ну как у вас там А что А цены Да А социалка Как А пенсии Да А у нас вот так Эх там Да И вот И из Белоруссии Приезжают И с Украины Приезжали И приезжают Кстати говоря Чего уж тут И Из Молдавии Кто Когда Какие Какие-то Проводил линии Или статусность Выяснял И так далее Десятилетиями Приезжали Работали И увозили Деньги Помогали Семьям Да каким-то Семьям Просто По-моему там Деревнями уже Помогали Понимаете Я имею ввиду Привозя туда Деньги Там просто Жизнь Продолжалась За счет Тех средств Которые они Зарабатывали На территории России Во многих местах Украины Понимаете Вот у нас А там Как к ним Относятся Вы же прекрасно Понимаете Они сейчас В статусе Беженцев По Так сказать Натовской Живине Прибывают Так им уже И в статусе Беженца Отказывают В помощи Что говорит Северная Европа Нам сами мало Нам не хватает Уходите отсюда Поели и будет Так вы поели Вы не имеете права Рассчитывать На те гарантии На которые рассчитывает Наше коренное население Вот как К ним Относятся У нас 30 секунд А будут Относиться Еще хуже Я в завершении Нашего эфира Хочу Ну чтобы Наверное И вам Настроение Тоже поднять И приятно Прочитать Такое сообщение Ирина Монастырева Из Санкт-Петербурга Нам пишет В ответ На вашу Реплику О том Что радио Спутник Дисциплинирует Пишет Не радио Спутник Дисциплинирует Марию Владимировну А Мария Владимировна Нас Потому что Что вам стоит Что нам стоит Включить радио А Мария Владимировна Где бы ни находилась В какой бы точке мира Всегда в эфире Спасибо за час Ее жизни Который посвящает нам Так что Вам спасибо Мария Владимировна Завершаем этот час Вам хорошего пребывания В Джакарте И обязательно Будем через неделю В эфире Радио Спутник